На Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Медали чемпионата страны именно такие цели ставит перед собой коллектив баскетбольного клуба Гомель Сош на предстоящий сезон. Состоялась официальная презентация изрядно обновленной команды. Бороться с тройкой лидеров белорусского женского баскетбола «Смоки», «Горизонт», «Олимпия» будет непросто. Для того, чтобы ровно пройти регулярный этап и во всеоружие подойти к стадии плей-офф, необходима глубина состава. Этого в последние сезоны СОЖу частенько и не хватало. Удлинить скамейку запасных было одной из задач на межсезонье. Мы в этом году подошли очень серьезно к вопросу запасных игроков. В том году нам не хватало этого. То есть с серьезными командами мы 2-3 периода могли еще играть на равных, потом не хватало сил. Поэтому в этом году создали две такие полноценные пятерки. Состав команды пополнили Анна Хацкевич и Варвара Веревка из баскетбольного клуба «Полоцк». Молодая Анна Филатова и Дарья Потупчик, возвращающиеся в баскетбол после декретного отпуска. Так что у главкома СОЖа Сергея Кулешова появились варианты для ротации. Появилась какая-то конкуренция в команде. Поэтому есть равнозначные замены. Поэтому я думаю, что мы сможем, по крайней мере, побороться с лидерами нашего чемпионата. Показатели новичков внушают надежды. На первых ролях в «Полоцке» была Варвара Веревка. Анна Хацкевич и вовсе лидер команды. В минувшем сезоне баскетболистка по статистическим выкладкам была одной из лучших в чемпионате страны. Безоговорочный лидер по подборам и эффективности. Кроме того, она в топ-5 и по средней результативности. Вариант про Гомель уже еще где-то год назад мне предлагали. Но как-то все под вопросом было. Сейчас решила, что с Полоцком все покончено. Поэтому решила, почему нет. Можно помочь и этой команде. Занять место на пьедестале задача не из легких, особенно в кругу таких конкурентов. Однако гомельские девушки полны сил и желания потеснить лидеров. В этом году задача, как сказали, позвенеть медалями. Поэтому оцениваем как свои шансы. Начнется сезон, будем оценивать. Сейчас мы ни одну из команд еще не видели. Поэтому говорить сейчас рано. Понятно, что лидеры наши «Смоки», «Горизонт» и «Олимпия» – это лидеры чемпионата 100%. Поэтому будем, я думаю, бороться с этими тремя командами. Силы есть для этого? Сил уйма. Увидеть в действии обновленный и амбициозный «Гомель СОЖ» болельщики смогут уже в ближайшее время. Предсезонные спарринги команда начнет с домашнего турнира, который стартует 8 сентября. После участия в Кубке страны и старт чемпионата. Гомельчанки из команды «Севен Линкс» стали обладательницами Кубка Беларуси по пляжному регби. На площадке пляжных видов спорта стадиона «Луч» в Гомеле состоялся второй тур – Кубка Беларуси по пляжному регби. Гомельская команда встретилась с минской гражданочкой. В первом туре, который прошел в Минске, «Рыси» победили со счетом 5-1. Во втором туре они также подтвердили свое преимущество – 4-0. «Севен Линкс» завоевали первый в истории страны Кубок Беларуси по пляжному регби. Лучшим игроком Кубка стала Ирина Дроздова, лучшим бомбардиром – Наталья Лехман. На этом пока все. С новостями спорта познакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова